всем привет сегодня ровно 100 дней войны мы поговорим о разных вещах есть важная тема для обсуждения давайте начнем с самого важного по всей официальной и неофициальной информации которые не могу вам озвучить нам грозит очень серьезная опасность северной границы украины вероятнее всего лукашенко решил вступить в эту войну я не уверен что они это сделают под своим флагом хватит ли у него духу для этого но в крайнем случае это такие негодяи которые могут просто переодеться в русскую форму русской армии и вступить в войну как бы под флагом россии используя технику беларуси и белорусских солдат я вам сразу скажу я до последнего убежден что украина и беларусь братские народы братские страны и что у нормального беларуса никогда не поднимется рука без разрешения ступить на нашу землю или тем более стрелять в украинца но надо не забывать с кем мы имеем дело я думаю в ближайшие две недели ситуация прояснится и будет понятной но пока все сигналы очень сильно негативны тем временем молдова значит запретила у себя российское шоу и пропаганду эту всю и приняла закон разрешающий ввести в молдову иностранный военный контингент я так понимаю что подразумеваются уже ведутся разговоры о румынии для того чтобы в случае когда приднестровье начнет наступление нару на молдову то армия румынии румыния напоминает член нато вступилась за молдову возможно по плану путина они хотят эту раскачку сделать одновременно сейчас у нас все происходит на юге украины и на востоке а еще они хотят сейчас так как я говорил перед этим пойти с севера включить беларусь и одновременно начать этот мутеж еще и в приднестровье молдове короче очевидно что ситуация накаляется и по моему пройдена точка невозврата для путина я не думаю что он уже способен на мирные переговоры хотя до последнего на это надеялся что все таки дипломатический путь будет номер один в этой ситуации совершенно случайно я сегодня увидел пост прихлебателя порошенко миколи княжицкого зачитаю вам только начало потому что на дольше меня не хватит и там ничего важного нету послушайте не можно недооцинювати ворога для того чтобы в будущем не припускаться помилок потрібно объективно аналізувати чему путин був переконаний у швидкому и легкому взятки киева бо був переконаний у слабкості української влади и отсутности международной поддержки чи помилявся путин у всех своих прогнозах та оценках не звичайно влада слаба а поддержки не было россия не наважилася на вторгнение как бы президентом був порошенко або юлия тимошенко за российской логикой влада была профессиональной а нападать треба коли противник слабый ну так на всякий случай напоминаю что это именно тот николай княжицкий который был обвинен и был в розыске интерпола по делу обезнасиловании у таких клоунов нет ни стыда ни совести ни чести ни мозгов в конце концов это негодяи которые за свою пайку за свой маленький кусочек пирога от порошенко или от любого другого хозяина будут петь какие угодно песни но я должен согласиться если бы президентом был порошенко то путин бы не напал потому что порошенко успешно как показывает и неофициальная моя информация и приснилось мне там что-то а еще и медведчук дал официальные показания следствию про деяния порошенко на посту президента украины о том как он делал в кавычках бизнес в том числе при посреднице медведчука с российской властью и с другими российскими в целом структурами так что конечно воды при порошенко бы не было он успешно бы торговал он бы делал свой бизнес зарабатывал бы деньги сдавал бы территории так как надо в российской федерации на мой взгляд поэтому здесь я ничего не могу сказать не женском он полностью прав и по сути это то же самое что делал янукович потому что при януковича силовики были агентами фсб и все были с российскими паспортами сдавался флот сдавалась армия точнее армии тогда вообще не было поэтому все делалось так стратегически для развала украинской независимости украинской государственности петя как показала жизнь делал то же самое за что ему предстоит и надеюсь ответить в честном суде и справедливо сесть в тюрьму но таких клоунов будет сейчас еще много как только за петю активно возьмутся по-настоящему то повсплывают они все еще я помню как это умалишенная черновол тоже рассказывала что зеленский боится петю больше чем путина видите разум петь и устроил суд тогда уже была угроза российского вторжения что взять с этих людей они для меня мелкие ничтожные я даже не хочу не больше говорить возвращаемся к делам более важным насущным вчера национальный банк украины повысил учетную сталку нбу с 10 процентов до 25 перед этим они тоже официально объявили что инфляция будет минимум 20 процентов в украине по итогам года для тех кто не разбирается я очень просто объясню учетная ставка нбу или на украинском обликова ставка нбу это цена денег это стоимость денег процент под который национальный банк дает рефинансирование коммерческим банкам то есть если эта ставка повышается это на какое-то время теоретически может удержать падение гривны но на практике это полностью сносит всю бизнес-активность украине вернее ее остатки я хочу вам сказать что четверг в обеденное время у меня была встреча в одном приличном киевском ресторане они как каждый год сделали летнюю террасу шикарную и там в разгар обеденного времени сидел только я и мой друг и больше никого на огромный ресторан на всю летнюю террасу и зимний зал такие дела вот такое еще состояние экономики в киеве с такими действиями я могу сказать что это экономическая задница пришла и кстати с такой учетной ставкой можно забыть даже про отдаленную перспективу каких-либо кредитов для того чтобы бизнес мог подержать штаны не то чтобы что-то заработать серьезно но хотя бы оставить людей при работе и хотя бы просто сохранить бизнес с такой учетной ставкой это больше невозможно будет и никаких ипотек нормальной ипотеки тоже быть не может при такой учетной ставки поэтому про все экономическое можно забыть и напоминаю что товарищ гетманцев несмотря на все требования письма петиции все остальное от бизнеса продолжает занимать свою должность главы комитета финансов и быть народным депутатом такие дела еще по последним новостям пресса передала что у путина имеется серьезный компромат на президента венгрии орбана якобы это еще идет с 90-х я так понимаю орбана там довольно таки противоречивый бэкграунд я сильно его биографию честно скажу не изучал но что-то на это похоже я недавно снял видео про шольца какой компромат на него есть там очень серьезная история посмотрите в одном из моих предыдущих видео теперь орбан ну в целом оно таки есть я не делюсь если там на макрона что-то есть и на меркель было короче говоря чисто такие кгбшные методы продолжают работать шантажировали взять на крючок ничего нового но факт ну и последнее по словам герасченко зеленский дал гражданство невзорову и его жене за заслуги за особые заслуги перед украиной вы знаете что я считаю невзорова серьезным человеком интеллектуалом сейчас он говорит очень много классных правильных вещей про его прошлое да но не тоже не такое белое там тоже достаточно черных пятен он был запачкан том числе и с работой на власть и я еще год назад к нему относился крайне негативно но последний год немножко переосмыслил и так надеюсь верю что невзоров начал говорить эти вещи которые он говорит тоже потому что у него пришло переосознание и он тоже свои прежние ошибки признал для себя сам мой банк тик ток закончился я планирую стрим на воскресенье подписывайтесь подключайтесь будем говорить много про эту угрозу северной границы в украину это актуально особенно для жителей тех областей северных но и для жителей киева тоже потому что все сводится к прямой угрозе нашей столицы а я нахожусь киев спасибо что смотрели это видео до конца подписывайтесь ставьте лайк колокольчик чтобы ничего не пропустить пока